Я много лет уже не смотрю телевизор, новости никакие не читаю, в особенности такие чернушные новости не читаю. Но вот мне периодически окружение подкидывает какие-то такие новости, что, дескать, что тебе жить так счастливо, давай и ты начни беспокоиться. И, Николай Иванович, такой вопрос. Почему вообще люди очень любят сконцентрироваться на негативе? А, немножко неправильный вопрос. А как бы задать его? Почему они это делают? Я не сказал любят. Почему они это делают? Или хорошо, почему они это делают? Смотрите, вот простую вещь расскажу. Еду я как-то в метро и вижу. Две женщины, пожилые женщины, стоят рядом со мной и рассказывают друг другу разные ужастики. И сочувствуют, и соболезнуют, и охают, ахают, страдают. А я смотрю на их лица. А у них лица, когда они страдают, такие живые. И у них вот идет такой массаж лица. Массаж лица. Я подумал, ну, вроде бы, конечно, глупостями занимаются. Негатив пережевывают. А если бы они сейчас это не делали? Они бы стояли сейчас с усталыми каменными лицами. А что полезнее для здоровья? Когда у них тренируется кровообращение на физиономию? Или когда они это не делают? Конечно, полезнее, когда тренируются. Поэтому эволюция оставляла в живых, в первую очередь, или в большей степени, тех, кто хлопотал лицом, кто вздыхал, это тренировка легких, кто делал разные мордочки, эмоциональную выразительность практиковал. Эти люди и получали больше поддержки от других членов стаи, человеческой или животных. И эти люди были более здоровы, потому что они тренировали сосуды лица и мышцы лица. А это способствовало выживанию. Это просто адаптивное эволюционное поведение. Другое дело, что действительно в большей степени полезно хлопотать лицом. Это вот театральный термин – хлопотать лицом. В молодом возрасте это радостные личики, радостные личики. Когда вот девушки очень много улыбаются и много переживают. Ай, какая радость, ай, какая заколочка, ай, какой, посмотри, какие тут котики. Но проходит время и привычка переживать остается, а уже со временем, с возрастом чаще приходят, больше переживаний оказывается негативных. Поэтому, вообще говоря, для счастья, не для здоровья, а для счастья, много переживать не полезно. Потому что вначале ты имеешь много счастья, радостных переживаний, А пройдет у тебя пару десятков лет, и у тебя будет вся душа наполнена переживаниями негативными. Если, конечно, ты не предпринимаешь специальные усилия. Перевоспитать себя можно. И убирать все негативные переживания можно. Это специальная работа. Поэтому разумные люди не слишком увлекаются переживаниями. Гимнастику лица можно делать и самостоятельно. А привычку переживать можно не практиковать. Она не самая полезная вещь. О своем здоровье, повторю, можно заботиться проще. Вот так и получается. Это просто полезная, адаптивная привычка, которую много практикуют не самые продвинутые люди. Тогда что нужно делать самым продвинутым людям? Николай Иванович, я вам скажу, перед тем, как вы начнете отвечать, что до понедельника вообще я коронавирусом совсем не занималась. Просто его не было в моей жизни. Но моя дочь, она сейчас учится в такой программе. Она должна была на этой неделе бы поехать в Китай. Как раз совсем недалеко от Ухани. И поэтому моя дочь, наверное, намного больше волнует. В данной ситуации чем так волновало бы. Потому что поездка была отменена уже несколько недель тому назад. И вот она так следит за новостями. И я задала себе такой вопрос. Могу ли я вообще просто сделать вид того, что я про это не знаю, не трогайте меня. Этого вируса в моей жизни нет. Или все-таки предпринимать какие-то шаги. И вот я хочу сказать, что я, например, я несколько дней назад купила такую штучку, даже их несколько, для того, чтобы дезинфицировать руки. Я купила салфетки, чтобы дезинфицировать руки. Потому что я прочитала, ознакомилась с тем, каким образом можно, например, снизить, например, заболевания в своей жизни. Но моя позиция такая, что я хочу работать на улучшение своего иммунитета. То есть спорт, катание на велосипеде и много всего такого. То есть я не хочу бороться с вирусом, а хочу улучшить свой иммунитет. И вот что вы скажете мне в этом контексте? Что делать людям таким, с одной стороны, которые не хотят никакой паники, а с другой стороны, хотят все-таки подходить ответственно и к своему здоровью, и к здоровью окружающих людей? Во-первых, подходить ответственно нужно. И узнавать, какая ситуация в каких странах, бывает необходимо. Вот скажем, мы сейчас с Мариейной хотим поехать за рубеж. Так я внимательно посмотрел, а какая вероятность, что при приезде в ту страну, куда мы поедем, или оттуда, какая вероятность, что мы можем попасть в двухнедельный карантин? Ты знаешь, вообще-то ничего страшного, но вообще говоря, у меня другие планы. Да, конечно, конечно. И если я увижу, что поездка, скажем, в Испанию или куда, в Италию будет сопровождаться двухнедельным карантином, я лучше туда не поеду. Поэтому это не вопрос моих страхов по поводу коронавируса, но это просто-просто разумная адекватность, не налетая на неприятности, если ты можешь знать, где они тебя могут поджидать. Да? Разумно? Да, конечно, конечно. Как же не знать о коронавирусе? Ну, знай, и не езжай туда, где тебе... Не то, что ты заболеешь и умрешь, где просто тебя посадят в карантин. Ни за что, ни про что. Вот это не нужно. Так, буду ли я покупать эти бутылочки? Да я, конечно, оставлю эти развлечения девушкам. Покупайте эти развлечения. Девушки любят покупать сколько шампунек у нормальной девушки, сколько гений, гелий, притирок, я не знаю чего. Ну, ради бога, ну, есть деньги, развлекайтесь. Я совсем не против. Ну, просто нужно знать, что заболевают, в первую очередь, люди ослабленные, а нормальные, здоровые с иммунитетом не болеют. Я, например, и гриппом не болею, когда все болеют. Потому что я регулярно бегаю, потому что я регулярно обливаюсь холодной водой, ледяной с утра, веду бодрый и здоровый образ жизни. Аня, ты тоже ведешь... Я тоже, да, конечно, так я поэтому этим не занимаюсь. Пойди, коронавирусы, не надейся, сломается он от тебя. Но ты будешь всегда проверить. Проверить, коллеги, коронавирус – это ничем не отличается от заболевания стандартным гриппом. Я даже посмотрела статистику. Намного больше людей сейчас умерло за последние несколько месяцев в Соединенных Штатах от простого гриппа, чем во всем мире умерло от коронавируса. Я прослушала интервью, например, Антона Красовского с Дмитрием Львовым по поводу коронавируса. И много другой статистики посмотрела. Так что я тоже, то, что я вижу, что боятся... Ну да, правда. Ну еще один грипп. Конечно, грипп все равно плохо. Да. И два гриппа – это хуже, чем один. Но из-за гриппа поднимать шум, делать вот эти притирки – ну делайте, делайте. Руки вообще мыть полезно. Единственное, я буду не просто руки мыть. Я еще и лицо холодной водой прополощу. И, может быть, душ лишний раз приму. Потому что это бодрее я буду. И коронавирус пусть там меня подбодривает, чтобы я почаще бегал на улицу, занимался, вел здоровый образ жизни. Ой, коллеги, я вам скажу, что только тот, кто ведет здоровый образ жизни, имеет шанс не помереть сразу. Все остальные будут помирать. Срочно на улицу гуляйте, бегайте, занимайтесь спортом, лентяи. И да поможет вам коронавирус. Николай Иванович, я с вами абсолютно согласна. Так что у меня на этой неделе уже было несколько йоги и купания в бассейне. Как вы считаете, вот, например, сейчас в Венгрии, я и в социальных сетях просто смотрела, кто-то предлагает отменять вообще мероприятие. Я, например, стала вести тренинги. Я езжу в университет. Я езжу в университет сначала на метро, потом на поезде в Словакию. То есть я, например, не могу ничего этого отменить и не хочу. Отменить ты все можешь. Все, что тебе нужно смотреть, насколько с учетом паники окружающих сможет снизиться посещение твоих тренингов. Поэтому если оно снизится критично, ну, отменяй. Если это никак не повлияет на снижение, ну, нормально проводи. А помыть руки даже после тренинга. Ну, дай всем мылу. Пусть сниз пошли и помыли руки. Или по приходу домой. Я обычно обедаю в поезде, когда я еду в Словакию. И вот поэтому как раз мне нужно очень дезинфицировать свои руки. В любом случае. Есть ли вирус или нет вируса. Николай Иванович, тогда такой вопрос. Есть ли какие-то изменения, например, в проведении сессии Университета практической психологии? Да, отсутствует. Отсутствует. Хорошо. И в вашей собственной жизни изменений? Целоваться будем чаще. Это поддерживает психологически. Но целоваться вы имеете в виду не с каждым, а только с Мариной, да? С Мариной, с Мариной определенно. Николай Иванович, и вот еще в заключении в заключении нашего интервью, что бы вы посоветовали тем людям, которые беспокоятся? И я специально зашла в Яндексе ради интереса. Сегодня с утра я зашла и посмотрела в Яндексе. Есть такая функция, сколько человек за последний месяц искали вот слово какое-то. Я увидела, что на русском языке, в русском пространстве за месяц 17 миллионов 213 тысяч 960 показов слова «коронавирус». Это люди смотрели это слово. Что бы вы посоветовали тем людям, которые хотят сохранить свое эмоциональное, хорошее состояние, которые хотят быть позитивными? Что им сейчас делать? Анечка, ты же мне вопрос задаешь, верно? Никому-то. Вам, 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 конечно. Да, поэтому что делать тем, которые переживают? Первое. Позаботьтесь, чтобы если вы помрете, ваша жизнь была бы хотя бы не бестолковой. Задумайтесь, как вам жить более разумным образом. Если вы живете классным образом, сильно, достойно, то какая разница, когда вы помрете, вы все равно прожили эту жизнь замечательно. Это первое. Занимайтесь делом. Еще, занимайтесь делом настолько, чтобы у вас в голове было дело, а не переживание. В основном переживают те, у кого много досуга, много времени. У меня нет времени думать о коронавирусе. Я обычно занят. Лучший способ – это быть занятым хорошим делом, который тем более тебя увлекает, которым ты действительно всей душой занят. А что касается не переживать, а вы что, до сих пор не научились этому? Вы не умеете снимать все переживания. Я умею. Вы не ослабляете расслабление, медитация, аутотренинг. Ну так быстрее в университет практической психологии. Тогда вы быстро это освоите, и хоть коронавирус, хоть не коронавирус, тюбетейковирус, ради Бога. Вы освоите вот это управление эмоциями, и у вас на душе будет разумное отношение к жизни всегда. Вы станете адекватным человеком, я вас поздравлю. А если причиной это был коронавирус, то да здравствует коронавирус, от него люди поумнели. Я очень за всех рад. Николай Иванович, огромное спасибо вам за ваше интервью. Я с вами абсолютно согласна. Университет практической психологии так прокачивает человека, что... Все в университете. Все в университете, да. Чтобы не волноваться по поводу того, по поводу чего не нужно волноваться. Спасибо. Спасибо, Николай Иванович. Анечка, спасибо тебе за заботу обо всех. Ты самая-самая внимательная и заботная. До свидания. До свидания. До свидания.